В принципе, у местных они не пользуются популярностью, пользуются популярностью небольшие домы. Все-таки я заметил так, что здесь очень много 2-3 этажа. Да, 2-3, ну, если такой, скажем, уже на несколько квартир дом, то будет 4-5 там этажей, но все равно не 16, да. То есть 16 есть, конечно, такие тоже там многоэтажки, но поселяются там в основном люди не местные, да, и как бы сами немцы такое жилье не очень любят. А вот куда вообще селятся иммигранты, например? Ну, они везде, конечно, могут поселиться, где позволяют им средства, да. То есть, если, скажем, за них платят, как правило, же город, то есть у них есть вот свои там пределы, как бы лимиты, да, сколько им дают денег. Но вот в рамках этих средств, где они могут, они там селятся, они довольно-таки так равномерно, в принципе, распределяются. То есть нельзя сказать, что есть там прям районы совсем такие, где одни иммигранты, но просто как бы так, где цены пониже, там, конечно, их больше, а где цены повыше, там их меньше. А вообще-то какие документы нужно собрать, чтобы там ипотеку дали, например, или там кредит как-то на квартиру? Ну, это такая, как бы, в принципе, ну, почти как в России, то есть там, допустим, справку о зарплате, справку о том, что... С России, да? Да, справку о том, что есть, ну, собственные средства, да, то есть если вы иностранец, то дадут примерно 50 на 50, да. То есть 50 процентов своих, 50 процентов кредит, то есть надо показать, что вот эти 50 процентов есть. Надо обязательно на сам объект недвижимости собрать документы, то есть кредит, он будет такой целевой, то есть, скажем, на именно недвижимость, то есть на что-то такое там, на потребительский вам не дадут, как человек, который здесь не живет, то есть только на недвижимость. То есть на недвижимость будет в залоге у банка находиться. Залоге у банка? Угу. Ну, здесь вообще есть кидаловый какой-то мошенничество, там могут продать одну квартиру, там, пятерым человеком, есть такое? Нет, здесь такая сама система, она очень, кстати, такая, ну, предусмотрительная, то есть, когда вы только пришли к нотариусу, например, подписали договор купли-продажи, здесь есть единый реестр всех владельцев жилья, но земельная книга называется, по-немецки грунтбук, и там сразу делается пометка, что уже началось оформление в вашу пользу, и любой другой нотариус, то есть, которому придете заключать купли-продажи, он это увидит, то есть, как бы, ну, невозможно сделать там две-три продажи одной квартиры, потому что, как только началось оформление, уже ставится такая блокирующая пометка. Получается, здесь можно, скажем так, ну, здесь можно не опасаться вот этого мошенничества, да? Ну, вообще, здесь, как бы, очень, честно сказать, никто и не стал бы, ну, как-то рисковать, потому что очень все прозрачно, вот за счет того, что, ну, даже, как сказать, города, они такие большие, как в России, вот этих многоэтажек нет, здесь очень много строится на каком-то таком вот, ну, личном доверии, на том, что, в принципе, как бы, ну, каждый человек, вот он живет, если вы обратили внимание, вот на доме, у меня право стоит фамилия, да, там, не номер квартиры, там, какой-нибудь, там, Мюллер, там, будет Шварц и так далее, там, да, написано фамилия, то есть, ну, в принципе, каждого человека можно найти, то есть, человек, ну, как бы, нормальный, вменяемый, он, там, ну, не будет делать никаких махинаций, потому что закон Германия работает, да, и, как бы, ну, просто скрыться ему сложнее, наверное, тоже, чем в России, я бы так сказала, если он попадется, то, там, как-то откупиться тоже будет сложнее, поэтому, в принципе, здесь такого мошенничества, мы, в принципе, не знаю, не сталкивались мы. Не сталкивались. А здесь какой-то налог должен платиться, вот, как в Испании, там, 10% платится здесь есть или нет? Покупки есть, разовый налог на покупку, 6,5%. Здесь, да, это от суммы? Да, от суммы покупки, да. Платит покупатель, то есть, например, если потом продаете, то уже не платите, то есть, один раз платят и когда покупаете. Угу, 6,5%. А продаю уже просто, да, получается? Да, а продаете уже, как бы, не платите, опять платят, ну, новый покупатель уже. Здесь, если квартиры, например, продаются, долго висят они или, может быть, сопродачиваются? В зависимости, какую цену поставить. То есть, если цена будет адекватная, можно за день продать. За день? Да. Я говорю, рынок на стороне, как бы, владельца, то есть, объектов не хватает. Если цена будет, но не завышенная, да, адекватная рынка, очень быстро продается. Как вообще у вас было, Катя, с немецким? А, ну, у меня сейчас, сказать, немецкий хуже, чем у некоторых наших сотрудников, да, на самом деле, учила еще в школе, потом очень долго учила английский. И когда сюда, ну, начала, так сказать, ездить, сначала даже больше пользовалась английским. Но потом, немножко, там, курсы, да, то есть, все, сейчас, конечно, уже свободно. Уже нормально в немецком, да? Ну, конечно. А вы по какой линии, конечно, секрет приехали? Вот по бизнесу, да? Да, ну, как по работе. А, по работе, да, получается? Как у вас виза открывается такая рабочая или просто у вас... Нет, у меня вид на жительство. Уже есть, да? Да. Это вообще можно по такой виду легализации приехать сюда? Ну, конечно. То есть, это один из путей, да, такой, это, как бы, по работе, по бизнесу. Это, в принципе, как раз такой путь, который Германия, ну, как бы, приветствует. То есть, я говорила, что там, если просто вы скажете, что у вас много денег, они еще подумают. А если вы что-то делаете, как бы, для страны, то, естественно, они рады этому. Рады этому, да, получается? Ну, конечно. Это, получается, вот у вас партнерство было с Германией, да, из Москвы? И вы просто как партнер приехали здесь теперь жить, да, получается? Ну, примерно так, да. Хороший, тесный вариант достаточно. Ну, как вообще? На самом деле, достаточно редко, как вот, ну, не странно, тоже общаешься. Здесь, конечно, больше тех, вот, кто приехал по линии, там, к ним, поздние переселенцы, там, вот, кто-то, вот, такие, больше, честно говоря. Замужество. Замужество, да, вот, на самом деле, таких намного больше. То есть, по работе приезжает, ну, не так много людей приезжают, конечно, но... Это вы все-таки по работе, получается, да? Ну, вообще, как вам в Германии после Москвы? Слушайте, ну, мне нравится. А потом опять сейчас такое время, что, как бы, вы не то, чтобы там переехали, как говорится, все, там, забыли дорогу на родину. Вы же, как бы, ну, не знаю, как, кто, но я, например, езжу в Москву, там, тоже, как минимум, там, несколько раз в год на выставке, да, и, в принципе, нельзя сказать, что, там, вот, мы уехали в Германию, теперь мы с Россией, там, не знаем, нет такого. Такого было в 90-е годы. Сейчас, как бы, границы открытые. Легко, что, да? Три часа, и, как бы, знаете, иногда с Москвы на дачу люди дольше едут. А. Ну, вы из семьи, по-моему, приехали, да? Да. А, во все вместе. Ну, это хорошо, так. А, вообще, как, вот, муж поддержал, вот, переезд сюда? Эээ, да, поддержал, но, в принципе, вот, тоже так постепенно к этому шло, сначала, я говорю, много приходилось, как ездить, как в командировки, да, а потом постепенно уже пришли к тому, что уже хватит командировок, надо перебираться. И, получается, больше времени здесь проводились, да? Ну, конечно. А, вообще, вы набором сотрудников занимаетесь? Да, набираем, ну, как бы сказать, сейчас желающих больше, чем вакантных мест тоже, потому что зарплата у нас в Германии довольно высокая, и, конечно, очень часто люди обращаются, там, даже из России, что мы готовы переехать. Ну, и здесь, как бы, много желающих работать, да, ну, как бы, скажем, зарплата выше, требования тоже, ну, не маленькие к сотрудникам, и, в принципе, конечно, ну, не каждого тоже на работу возможно, скажем так. А что требуется, например, с российским пацаном человек, что требуется для работы, например, чтобы соседи к вам приехали работать? Ну, слушайте, ну, для нас, например, очень важно знание немецкого языка, то есть я бы даже сказала немецкий и английский, да, то есть, как бы, все-таки мы живем, ну, в таком городе, там, в Дюссельдорфе, да, это город такой международный, и, как бы, знание двух языков, наверное, это просто вот минимальное требование. Да, то есть это, ну, как норма, да, то есть человек не знает иностранного языка, ну, вообще, так сказать, говорить ей не о чем, вот. А дальше, ну, уже какие-то там, такие, наверное, профессиональные навыки, ну, должны быть, в принципе, они более-менее стандартные, как в России. И какие-то там программы освоить, ну, можно уже на месте, то есть у нас есть несколько специальных программ, таких риелторских, которые мы используем, но это уже мы не требуем, в принципе, знания, это можно обучить, минимально, там, Word, Excel, да, там, то, что должен знать человек. Если это человек, который с клиентами ездит, ну, естественно, права водительские. А, права водительских, машину свою, да? Ну, машина, в принципе, у нас есть несколько служебных, вот, как бы, машина, так сказать, эта тема такая обсуждаемая, но права должны быть. Ну, немецкие права-то или все-таки российские хватит пока? А, ну, как сказать, если вы здесь живете больше, чем полгода, то вам уже надо права менять, то есть это, как бы, отдельная процедура, и, конечно, ну, почему я говорю, что, когда человек из России хочет туда переехать до нас, это, ну, лишняя головная боль, скажем так, да, то есть намного проще, когда человек уже здесь, когда он уже получил эти права, да. Потому что, ну, на самом деле, процедура смены прав, это практически как, почти как с нуля, надо сдавать все экзамены, и, то есть, если у вас сотрудник будет вместо того, чтобы работать, там, права учить, так сказать, да, они очень тоже, как бы, да, время занимает, ну, и не совсем желательно. Желательно, чтобы человек уже это все умеет. Ну, а как получается, вы даете контракт человеку, да, например, если он хочет? Конечно, да, то есть работают по контракту, то есть еще тут большие отчисления платят за каждого сотрудника, то есть пенсионы, там, и так далее. Ну, он, получается, работает на проценте или как-то? Нет, ну, есть определенная оклада, есть, как бы, в зависимости уже от должности, там, какие-то системы, там, премирования, скажем так. Вот вы, в данном случае, являетесь, там, сотрудником, там, директор, там, помощник директора или, там, замгенерального? Я директор. А, директор компании, да? Выше у вас кто-то есть? Ну, учредители выше. Учредители, да? Да. А много вообще сотрудников, если нифига, там, пять, десять, двадцать, пятьсот? Нет, у нас пока в пределах десяти человек мы укладываемся, ну, вот, возможно, в этом году этот рубеж в десять человек уже перейдем. Получается, вы расширяетесь, да? Да, расширяетесь. Если, так, человек немецкий захочет выучить, там, к вам устроиться агентом недвижимости, вы, так, не против его взять, да? В принципе, да. То есть, как бы, ну, расширяемся, народ ищем. Я говорю, сейчас разные проекты есть, поэтому, в принципе, есть такое. Но требования тоже, вот, я говорю, если человек, там, даже язык не знает, вообще, не о чем говорить. Ну, а если, так скажем, у меня желание есть выучить немецкий язык, английский знает немного? Ну, не совсем. Вот, как раз, был такой тоже кандидат, и, в итоге, все-таки, не стали брать, ну, потому что, ну, правда, это очень удобно. У нас очень динамичная здесь работа, и ждать, пока, вот, человек выучит, пока он, там, права сдаст. Ну, некогда ждать, то есть, как бы, надо сейчас работать, да, как бы. А работы много, вообще? Работы много, конечно. То есть, приезжают люди, как бы, постоянно покупают что-то, да. У нас есть, также, управление недвижимостью, то есть, те объекты, которые купили люди, а сами живут, например, в России, да. То есть, надо, соответственно, как-то заниматься с этими объектами. Вот мы занимаемся, у нас есть ребята, вот сейчас даже, если мы заедем, там, на один объект, вы увидите, который делают ремонт, допустим. Вот мы переходим дорогу, сейчас мы вам покажем домик, опа, все, красный. Вот, друзья, вот дом такой вот этот розовый, видите, он новый, вот, восьмиквартирный, продается за 560 тысяч евро. Вот такие тут дома есть. Можно покупать по квартире, получается 560 тысяч евро, разделить на 8. Вот вам получится стоимость одной квартиры. Все окна поменяли, фасад покрасили, да, вот на первом этаже окна тоже будут заменены. Сейчас пока не меняем, потому что, ну, еще процессы технологические не подошли. Абсолютно, то есть, все будет начинка, внутри все новое. Новый котел отопления, новые трубы, новая проводка электрическая. То есть, полностью дом после капитального ремонта, так сказать. А, даже у вас свои бригады даже есть, да? Да, да, поэтому, то есть, как бы, ну, есть разные, так сказать, задачи, да. Получается, в общем-то, тут можно в разные сферы уходить, да, там, и управлением заниматься. Я тут в Испании такое слышал, что там управление есть, и здесь тоже, получается. А управление что входит, сдать ее в аренду кому-нибудь или как? Сдать в аренду, все эти технические вопросы, их довольно много возникает. Там человек живет, допустим, арендатор, там, кран, не знаю, стал протекать, там, потерял ключ, отопление, не работает, там, из окна дует, да, все что угодно происходит у него, он звонит им по всем вопросам. Кто-то должен на них отвечать, то есть, естественно, он говорит по-немецки, да, не по-русски. То есть, и по межгороду у него нет желания звонить. То есть, должно быть здесь какое-то контактное лицо, которое будет вот эти все вопросы решать. Да, получается. Это до этого вы, получается, с Москвы все это решали, а сейчас вот уже здесь, да? Нет, ну, такие вопросы в Москве никогда невозможно решать, то есть, такие вопросы только на месте можно решать, конечно. С Москвой можно только продать что-то, да, допустим. А управление это чисто на месте только можно делать. Ну, а все-таки, получается, вам проще взять человека отсюда, да, на работу, например? Ну, в целом, да, конечно, то есть, намного проще, потому что, во-первых, ну, немножко тоже есть такой момент, что, как бы, ну, как сказать, вот психологически тоже начинает меняться, когда человек долго здесь живет, то есть, ну, есть какие-то нюансы, которые, как бы, в России по-другому решаются, здесь немножко по-другому, то есть, более законными, скажем, путями, вот, а в России, как-то, да, там, человек не платит, я пойду с ним и разберусь, да, но у нас так не делается, то есть, у нас официальный путь. А, это через юристов, авокатов? Ну, мы сами делаем, так сказать, первое предупреждение, да, там, пишем письма и так далее, если они не помогают, то уже, да, через суд, как бы, ну, там, скажем, русские методы такие не действуют. Ну, понятно, понятно. Человек, который, ну, приезжает, только что приехал, у него, так сказать, много энтузиазма на то, чтобы решать, там, какими-то такими методами, которые для Германии, ну, не совсем годятся. Так, а все-таки, например, с одной стороны, да, это минус, а с другой стороны, все-таки, у него там мотивация работать, он немножко, у него другой ум, более такой живой. Это, да, это плюс, это есть такое, это, кстати, точно. Понимаете, о чем я, да? Понимаю, я замечаю, что кто здесь долго живет, да, происходит, такой немножко начинает, как бы, это, ну, слишком расслабляются уже, да, здесь слишком, как бы, все хорошо, ровно, и вот, да, действительно, как бы, немножко есть в таком. Мне просто в свое время говорили, что, там, ну, я ездил, там, земляк у меня, я учился, там, в Дагестане. Он говорит, Леш, представляешь, говорит, здесь, говорит, вас берут, говорит, лучше в Дагестан работать, тем, говорит, тех русских, которые живут в Дагестане. Все, кто с центральной России, я говорю, почему так, ну, другие, говорит, они, потому что какие-то дагестанцы, то есть, русскоговорящие, которые в Дагестане уже живут много лет, они, говорит, другие немного. А это есть такое, это, между прочим, да, вот, кстати, в этом плане, ну, у нас очень больше, ну, молодежь работает, ну, средний возраст, то есть, совсем такой возраст постарше, был у нас такой опыт, ну, как бы, люди, действительно, когда долго здесь живут, они уже как-то, ну, немножко, вот, подтормаживать начинают. Подтормаживать, да. Да, то есть, немножко, вот это тоже, чересчур, тоже в эту сторону плохо. Получается, все-таки, истинный такой русскоговорящий немец, который здесь давно, все-таки он тоже не идеальный работник, он спокойный, плавный. Ну, наверное, да, наверное, вот, все-таки я бы сказала, что идеальный, это вот человек, который здесь уже какое-то время пожил, ну, скажем, еще не так долго, чтобы, так сказать, не потерять энтузиазм, да, наверное. Вот так вот, да. Хорошая мысль, кстати. Хорошая мысль, понимаете, о чем я, да? Ну, да, да, то есть, как-то, ну, я так не думала специально, сейчас мы заговорили, я так подумала, действительно, логично. Это оптимальный кандидат такой, который, ну, уже немножко понимает, что такое Германия, но в то же время еще не, так сказать, не совсем, вот, перестал проявлять какую-то инициативу, скажем так. Потому что, думаю, здесь у них все стабильно, и, получается, его надо постоянно подпинывать, наверное, да? Ну, есть такой момент, даже не то, что вот, ну, именно, да, наверное, вот момент такой, связанный с инициативой, то есть, здесь немножко люди даже, ну, в каком-то смысле, ну, как сказать, не то, что боятся инициативы, но какие-то процессы, они медленнее идут, чем в России, то есть, даже, вот, например, если взять банк немецкий, русский банк, то есть, вот, технологии, например, в банке, например, в России сейчас намного современнее, то есть, здесь еще, там, не знаю, года два-три назад, чтобы оплатить, там, онлайн-банк, коды были на бумажке, да, на бумажке, там, сто кодов, вот, ты их используешь, приходит новая бумажка, еще новые сто кодов, да, вот, сейчас, конечно, там уже поставили электронную систему, когда там приходит смс или там приложение, но это появилось буквально, там, за последние пару лет, да, в России уже лет, там, ну, не знаю, сколько это, да, вот, то есть, где-то даже, вот, Россия, прогрессия, да? Да, Россия, по, и быстрее, как бы, сейчас идет немножко, а Германия чуть помедленнее, и, наверное, здесь, наверное, много того, мне вообще сказали, что в Германии даже, смс-ки не приходят на телефон. Ну, да, да, то есть, когда, вот, что-то у вас списалось, ничего не приходит, да, такого, вот, например, парковку тоже, ну, сейчас вот начали тоже, там, где-то появляются такие, как бы, приложению можно оплатить, а тоже еще не так давно и не было такой возможности, только там монетками через автоматы. Вот, друзья, мы заходим опять в дом, света здесь нету. Да, но здесь, как бы, внизу, как раз видно, как он был, да, ну, то есть, как бы, то состояние, в котором мы его, примерно, и приобрели, да, а сейчас поднимемся наверх, и увидим уже немножко того, что будет в дальнейшем, да, пойдемте, то есть, вот, видите, такое все страшное, разрушенное, да, вот. Реконструкция такая, да? Да, то есть, это капитальный ремонт полностью, я говорю, здесь, по-немецки, называется, кернсанирунг, то есть, это санация, как бы, полностью, он старый, да, получается, дом, он, где-то, 60-х годов идет, да, вот, у него такой дворик тоже есть, вот, вот, но сами стены бетонные, каменные, состояние его техническое было изначально неплохое, почему его и приобрели, вот, а, соответственно, ну, просто долго с ним никто не занимался, скажем так, вот здесь уже, видите, начинается потихонечку, да, уже, вот, мы с ним не спускаемся, да, поэтому, в плане ремонта, нижние этажи еще, как они были, а верхние, они уже, вот видите, здесь новые стеклопакеты уже поставили, тут же такие вложения, такие немаленькие будут, да, немаленькие, да, то есть, вот уже здесь, что-то нужно, это, косо, да, вот, стеночки пошли уже, так, а это, получается, чтобы его купить, нужно всех жильцов выселить отсюда, да, получается, что, ну, нет, когда он покупался, в принципе, еще жильцы жили, но в процессе приобретения уже было их поселение запущено, потому что они не платили, то есть, старый хозяин немножко все это запустил, жили такие люди, которые вообще не платили аренду, вот так даже, да, поэтому их пришлось отсюда выселить, вот, ну, и, конечно, уже новые люди, которые заедут, совершенно другого будет уровня, здесь же будет такой новый ремонт нормальный, ну, да, конечно, то есть, уже, как новые жилье будут, да, то есть, здесь уже идут современные вот, полностью сделаны комнаты, а, вот такой, ага, да, значит, здесь уже идут, друзья, можно заезжать уже, матрасы съезжать, видите, да, здесь вот, смотрите, можно окошечко, да, отдыхают комнат в отдыхе, а вот, дорога на дорогу уходит, центр города это самый центр города вот сзади нас общались штата это такая большая одна из самых крупнейших улиц центральная то есть видите пластиковые современные стеклопакеты поставлены вот стены уже здесь сделаны новые батареи радиаторы вот уже кстати видны из года отлично здесь остается только на собственно говоря на пол положить покрытие поставить двери розеточки здесь тоже вся полностью новая электрика супер и получается сумму разделить будет соответственно вот здесь вот видите тоже кухня будет здесь плитка выложена новые будут санузлы полностью сделаны то есть а продаваться будет по квартиру продаваться в принципе нет мы скорее всего будем целиком продавать но при желании можно и по квартир на тоже я говорю здесь разница просто нет большой потому что цена за метр считается да можно в ту сторону пройти посмотреть здесь тоже но здесь на память так точно не скажу около четырехсот тридцати может быть метров да вот так вот примерно четыреста пятьдесят один метр примерно ну тысяча сто где-то вот так вот считали да вот видите здесь уже начали плиточку класть в общем где-то примерно если квартира здесь метров 50 где-то половина 50 тысяч евро на и будет стоить до 50 метров на 1060 будет стоить вот так вот среднем то есть вот видно здесь уже побольше квартиру не уже раз-два-три комнаты а вот маленькая студия было это как бы получается трехкомнатная квартира уже такая более полноценная здесь живут даже можно заезжать ну нет в таком виде нет почти все живут уже стол стоит стул для отдыха строителей чердак здесь есть система такая современная открыть это аккуратно сейчас свалится вся крышка здесь можно купить и полностью и по квартиру теоретически да если кто-то первый не купит полностью то можем рассмотреть вариант по квартиру а вообще уже кто-то есть купил хотя в том что мы честно сказать пока его не особо активный не рекламируем можно сказать первых кто-то заехал с видеокамерой потому что да мы хотим сначала доделать ремонт судебном продавать то есть пока он так в нашей базе только стоит за эту цену как таковой мы его еще активно не продаем вот где-то ближе к лету уже будут активные продажи она приводит партнера уберете там свою компанию приведет там клиентов например там еще что у нас конечно есть программа такая как бы для партнеров да кстати если вы приводите к нам клиенты естественно получаете за это бонусы это безусловно есть и просто немножко разные программы как для частных лиц и для агентств мы работаем конечно партнерами то есть но если это агентство там естественно для него чуть-чуть более выгодные условия то что они на регулярной основе на клиентов приводят для частного лица в принципе более простая система то есть даже могу озвучить что если вы покупаете квартиру да то на вторую квартиру уже ваша скидка 500 евро то есть как бы от нашей комиссии именно не от цены продавца от нашей комиссии то есть мы даем скидку вот соответственно там можете передать другу условно говоря и так далее есть такой да получается привела клиента вам получается сразу 500 евро в германии выгодный бизнес все-таки вот они там недвижимость да но выгодный но опять конечно здесь тоже зависит кто она занимается да то есть сейчас очень ну я считаю вот наша сильная тоже сторона как бы в том что современные технологии используем то есть автоматизацию какую-то вот немецкие даже многие агентства они еще до этого не дошли сейчас только-только начинают к этому подходить за счет этого как бы немножко есть преимущество хотя вот сейчас есть германии пара агентств таких молодых агрессивных которые ну вот начали использовать тоже современные системы на очень много еще старых которые там по старинке там продают да да но опять тоже там года три назад еще можно было увидеть что там информацию по объекту только на бумажках тебе дают без там электронную почту не могут ничего прислать и так далее вообще какие-то такие инновации или это это секрет фирмы ну прям такие инновации наверное такого прям супер инновации нет у нас просто мы используем современное программное обеспечение да то есть какие-то процессы у нас автоматизируется насчет компьютерных технологий немцев база данных да все ну и база данных и как бы станет системы там серым системы поработать с рельсами да то есть система там специально по управлению то есть автоматизация конечно же нам сразу систему то она в россии ты была уже или 15 назад я еще и далеко не у всех вот как ни странно сейчас графе компании внедряют естественно более мелкие там не у всех даже не дошло пока да получается ну как вот я говорю здесь очень большая разница если возьмется там допустим там симмонс и допустим какой-то там небольшую там какой бы там не знаю пекарню там условно говоря да здесь очень много маленького бизнеса и он как бы такой немножко еще ну где-то местами старомодный такой вообще немцы консервативные но консервативные конечно и очень новые технологии даже вот молодежь и то она немножко как-то вот более мне кажется медленно чем в россии то есть в россии как-то вот поживее живешь там молодежь на я тоже замечаю такое как же вы все-таки под переведите за этим справляетесь здесь получается стабильно у них уже не волнуйся зато его волю на социал станет а в россии ему надо работу искать как с этим будет ну не знаю как-то у нас так вот люди подбираются как-то так можно сказать который в одном ключе мыслят наверное важнее это сразу как бы чек найти правильно вроде нет такой проблемы изначально как был тот человек который как-то подходит как бог это в структуре компании тут работает нормально да то есть принцип какой-то как вообще у вас проходит собеседование в этом главном компанию что ну конечно да но в принципе конкурс проходит то есть если у нас появляется вакансия то даем объявление действительно делаем отбор конкурс на то есть бывает там по 20 человек на место бывает и больше то есть смотря какая должность у вас компания постоянно нуждается в людях или нет такого не совсем постоянно развиваемся но не так чтобы там знаете массовый набор то есть игры свод в принципе так сказать не так много человек да просто каждого отбираем достаточно тщательно то есть не берем там вот каждого кто обратился на скажем бывает также люди обращаются говорят хочу вас работать все проходят под эти критерии вообще работа такая с людьми она как бы требуется откику вот еще человеческого фактора то есть у нас со всех сторон работ с людьми то есть как бы недвижимость как бы недвижимость а по факту либо ты общаешься с клиентами либо так общаешься с арендатором у вас все-таки больше вы продаете русскоговорящим и да как понимаю продаем русскоговорящим больше но опять есть и принципе иностранные такие клиенты с разных стран которые тоже приходят китайцы не знают с бельгии были клиенты с израиля англоговорящие клиенты проезжают то есть как бы я говорю язык у нас это очень важно немецкий нужен да ну конечно немецкий английский Я бы сказала. Я бы сказала, да. Конечно, вред, все-таки, представьте, если русские клиенты идут. А все равно, как бы, но объект это немецкий, то есть, информация по объектам у нас на немецком, жильцы у нас живут, немцы, да, то есть, все равно, но как бы, общение это необходимо на немецком. На немецком. Живут у нас, в основном, во всех квартирах, это, конечно, не русские. А вообще здесь много очень русскоговорящих? Вообще довольно много, да, то есть, у нас в Дуссельдорфе, но очень много, да, практически, так сказать, чтобы там скучать пришлось. Такого нет. И кинотеатры есть на русском языке, фильмы показывают, и магазины есть русские, то есть, в принципе, и люди есть русские. Такого, как бы. Вот ваше общение больше на русском или на немецком? Ну, смотрите, у меня больше на русском, да, потому что я общаюсь с клиентами тоже довольно много. Есть сотрудники, у нас тоже, в основном, все русскоговорящие, да. Вот. А, скажем, у некоторых сотрудников общение больше на немецком идет. Вот почему я говорю, что некоторые сотрудники даже лучше говорят по-немецки. То есть, например, те, кто общается у нас с жильцами, да, с арендаторами, вот, с техническими службами, они практически большинство времени на немецком. В общем, ваше рабочее нужна какая-то коммуникабельность, да, очень сильно, чтобы там… Ну, как бы сказать, да, коммуникабельность, какое-то понимание людей, потому что иногда люди звонят там с какими-то вопросами, ну, и ждут какой-то там поддержки, да, улучшаются. Переживания? Да, вплоть до такого. До такого даже, да? Ну, вообще, были такие случаи, когда, например, там, там, человек хочет купить, а его там что-то там как-то обманывают, что-то не получается, он там разочаровывается. Скажем так, бывают случаи именно вот, когда человек уже после покупки, да, сталкивается с проблемами с управлением, наверное. Вот это очень важная часть, которую сразу не все оценивают. То есть, когда человек уже купил… Ссылка на контакты с Екатериной будет в описании и в первом комментарии. Звоните. Субтитры сделал DimaTorzok